Огнестрельное оружие в женских руках. Не норма, но все еще удивляющее сочетание. Настрой боевой, питание боевое. Заряжай. Быть точной, быть цельной, быть на рубеже и достигать поставленные цели. Марина решительно перешагнула рубеж Краснодарского университета МВД России. Девушка стала курсантом факультета по подготовке специалистов криминальной милиции. Меткий стрелок-курсант Чичерева выбрала специализацию по уголовному розыску. В решении выбора данной профессии, такой необычной для девушки, я приняла самостоятельно. Потому что данная профессия привлекла мне своей опасностью, напряженностью работы, условий. И тем же самым, осуществляя все обязанности милиционера, я буду приносить добро людям, помогать им в каких-то определенных ситуациях. Лирические герои криминалистики – сплошные мужчины. Но есть же и раритетная мисс Марпл и современная Каменская. Женская логика часто оказывается вне конкуренции. В сложных ситуациях эти эмоции надо оставлять за пределами и включать ум, свой, сообразительность, знания законов Российской Федерации, кодексов, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный. Федеральный закон ОБРД тоже имеет очень большое значение в нашей деятельности. И на основании всех этих нормативных актов уже принимать действительно реальное решение, правильное и справедливое. Оперативно-розыскная деятельность – это прежде всего фундаментальные знания. Марина здесь на высоте. Круглая отличница регулярно получает грамоты за успехи в учебе. Успевает Марина и попрактиковаться. В кружке «Российский сыщик» она на передовой. Красавица, отличница, еще и активистка. С удовольствием принимает участие во всех мероприятиях университета по работе с ветеранами. Учиться нужно у достойных, уверена Марина. Недавно был такой случай, который как бы потряс меня. Наше подразделение под Новый год решило подарить одному из участников Великой Отечественной войны, герою Советского Союза, телевизор. Ветеран был очень тронут нашей заботы. Он расплакался. И нам было очень приятно, что хоть чем-то мы смогли помочь ему. Это тоже как бы часть нашей работы, нести добро людям.